ну что же здравствуйте дорогие друзья и враги я абсолютно всех вас приветствую и вы находитесь на канале гражданин мира посвященный прогулкам и также сравнением различных стран и городов со всего мира а также просто самых неожиданных мест на нашей планете земля сегодня будет сравнение двух достаточно похожих городов это город одесса и город волгоград имеют похожую популяцию небольшую разницу в отдаленности от экватора но и также оба располагаются рядом с водой сейчас мы находимся на побережье черного моря в городе одесса вот такие вот интересные панорамы нам предоставлены здесь вполне приятно смотрится ну давайте же и начнем с города одесса так друзья перед началом просмотра хочу вам порекомендовать канал проект резидент здесь вы найдете качественно смонтированные познавательно-развлекательные выпуски о путешествиях по странам мира и жизни за границей интервью там будет с местными жителями исторические справки советы туристам и многое другое сам его автор александр живет в майами путешествует по миру снимает документальные фильмы вот например есть фильм о российском квадроциклисте на ралли дакар сергея коряки не поэтому давайте подписывайтесь на канал александр проект резидент и ссылка будет под видео также оставлю ее в комментариях для меня это очень важно но сначала немножко пройдемся по информации одесса это портовый город на черном море в южной части украины известен своими пляжами и архитектура 19 века давайте переключимся вот в такой вид чтобы проще было найти крупные улицы и давайте же отправимся оценивать внешний вид выходим мы на таком перекрестке в городе одесса вот такие виды мы здесь наблюдаем ноябрь 2011 7 лет назад город выглядел вот таким вот образом ну хочется отметить что виды вполне неплохие чисто уровень дорог меня очень сильно хочу сразу подчеркнуть удивляет что в 2011 году на таком уровне находились дороги и это даже не киев и даже не львов меня это очень сильно удивляет конечно же город одесса это не самый маленький город но тем не менее мне казалось что здесь будет ситуация несколько хуже видимо такие вот фасады дальше видим на что-то скромное но при этом выглядит пока что неплохо хочу также отметить трамвайные пути смотрите как это все качественно выполнено да но здесь пока мне придраться и не к чему есть вот такие вот изъяны но даже на таком страшно неком балкончики стоят цветы как будто мы находимся в какой-нибудь италии или франции также хочу сказать что из минусов я вижу ну небольшую запыленность на тротуарах на обочинах но в целом вот глядя на дорогу глядя на общий вид фасадов несмотря на то что очень много таких стареньких но при этом в нормальном еще пока состоянии все смотрится очень гармонично аккуратно красиво здесь какая-то идет то ли стройка что-то снесли вот снова здание какое-то старое но выглядит вполне неплохо по крайней мере не запущена вижу что клумбы цветочки все на уровне даже что-то реставрирует красят вот посмотрите вместо вот этого я так понял бежевого цвета или это уже покрасили может быть было вот все вот такое смотрите серый цвет но выглядит очень вполне приятно мы выходим мы на по-прежнему качественной дороге на вот такие вот более советские виды старые многоэтажки но стандартные многоэтажки оставшиеся с советских времен хотя не знаете даже эти советские они выглядят немножко по-другому во-первых смотрите балконы немного развернуты таким ромбиком выпирают и дальше сейчас мы по этой приятной дороге проедем поближе вот такие вот интересные балконы да конечно уже чувствуется что это вот эта вот совковость но тем не менее приятно видеть когда это более необычные здания находится может быть если это видеть каждый день то и это надоедает и захочется чему-нибудь например вот такого современного торговый центр супермаркет гипермаркет я даже такого честно говоря и не знаю наверное в россии такого нет интересно вообще чему он посвящен строительный продуктовый в общем сейчас пока однозначно виды меня очень порадовали я даже не узнал саму даже украину ну и давайте же приступим к волгограду посмотрим на нем крупные улицы волгоград ранее сталинград город расположен на юго-западной части россии на западном берегу реки волги как вы знаете во время второй мировой здесь шли очень ожесточенные сражения но и давайте же посмотрим как же обстоят дела на улице города который после этого всего победил в этой ожесточенной схватке выберем что-то крупное ну пока что вот такие вот виды но в целом дорожное покрытие также выглядит неплохо с природой на смотрите какие то есть пустыри заросли но в целом здесь радует растительное здесь как-то похуже много новостроек вижу целом вид не такой уж и плохой но конечно в одессе мне кажется был поуютней вид так смотрите вижу здесь американский флаг все по-английски написано жалко конечно здесь номеров не видно хотя вот смотрите я сумел как-то это увидеть нет номера все-таки русские может быть это сделано в качестве никого такого косплея стать и очень наглядный пример что было бы если бы американские траки работали бы в россии но вот они бы наверное вот так вот половина своей жизни проводили бы на обочине с открытым капотом впрочем дорожное покрытие видно что здесь новое август 2017 ну видимо только начали делать есть и например отдалиться на время которое было ближе к тому что в одессе 2012 разница в год то здесь ну совсем даже говорить нечего все очень печально для такой крупной улицы смотрите ну это и обочина мусор вернемся в 17 стоят солнечные батареи что тоже интересно ветряные электростанции я так понимаю оборудовали не знаю для чего это может быть даже для какого-то поселка что тоже для меня будет удивительно здесь мы видим уже местный такой для данной страны и гипермаркет лента ну в общем то виды достаточно посредственные конечно если брать сравнение с одесскими видами меня пока что это все не радует но вы сами можете это все видеть дорога меня радует до хорошую дорогу постелили посмотрите положили гравий стал бы вроде бы как-то гармонично смотрится здесь вроде бы даже и ничего так все я заметил что волгограде как-то более такая степная природа может быть это обусловлено близостью к степям же также здесь мы видим вот такую вот многоэтажку смотрится очень приятно если хотите можем подобраться к ней так вот она а нет я думал что-то серьезное построили оказывается смотрите это оказывается обычная совковая панелька при этом при этом рядом какие-то вот такие вот снова кушери непонятные без обочины без ничего только дорога нормальная но растительность кустики более-менее посадили очень жаль я думал все-таки здесь что-то современное вот видите какая оптическая иллюзия как все вот продумано при этом рисунок на какой-то старый советский я не думаю что это делали недавно может быть что-то он символизирует давайте наверное перейдем к менее крупным улицам посмотрим в этом плане какую-нибудь разницу хотя мне кажется волгой ради все на этом и закончится даже на крупных к сожалению мы особо ничего прямо такого красивого не сумели узреть сейчас мы находимся в городе одесса смотрите вроде бы качество дорожного покрытия не самое лучшее но при этом вполне неплохо не супер новая но смотрится прилично мне это даже напоминает какие-то дороги в небольших городах соединенных штатов америки вот такие вот более урбанизированные населенные пункты где имеются двух трехэтажные здания самом крупном городе небольшого штата вот примерно так же все выглядит но архитектура другая конечно сейчас скажут что за натяжка со штатами уже сравниваешь украину ну на самом деле вот это место выглядит примерно так откройте какой-нибудь коламбус например штате огайо не самый популярный штат и вы можете увидеть что-то подобное смотрите архитектура меня везде пока что радует вижу красивые скверы такие какие-то старые европейские архитектура сами видите как уютно смотрятся тротуары рядом с этим всем вот обратите внимание как выглядят коммерческие конторы налеплены также один за другим вдоль тротуара но я почему-то здесь не вижу каких-то огромных ярких безовкусных вывесок с рекламой все смотрится вполне гармонично это опять же вспоминаются старые районы европы где стараются подбивать какой-то регламент для самих вывесок не знаю каш как это работает либо они подстраиваются под это либо наоборот отбирают подходящих кандидатов но тем не менее тенденция такая имеется также мы это можем наблюдать и здесь очень уютный район пока что мне и добавить нечего хотя вот казалось бы вполне обычный не знаю что это ну мне напоминает это какие-то вокзалы российские но при этом все это гармонирует с окружающей архитектурой смотрите вот такая современная есть как здесь так и здесь чуть дальше рядом также я вижу вот с такой коричневой крышей заставлено конечно уродливым забором вот эти вот вывески пошли конечно здесь но тем не менее смотрите и брусчатка присутствует такая посовременнее и все тем не менее неплохо возвращаясь назад мы видим еще один поворот вот сюда также продолжаются такие уютные улицы тротуары из брусчаток но вот тоже ларьки да грешат здесь тоже ларьки вот эти вот на улице но тем не менее за счет какого-то благоустройства это уже не так сильно бросается в глаза но видите куда бы мы не пошли вот этот уют он продолжается давайте попробуем разглядеть среднего масштаба улицы в городе волгоград так ну вот нашел я вот такой вот момент до этого я пытался среднего масштаба улицы клацать там практически везде были многоэтажные постройки то есть жилые районы здесь что-то больше похожее на такое что-то смешанное с коммерцией средний масштаб но так вот выглядит хотя дорожное покрытие вполне неплохое есть какой-никакой тротуар я вижу вроде бы в этом плане все ровно аккуратно но внешний вид тем более по сравнению с одессой такая вот картина я думаю вы сами понимаете все давайте продвинемся чуть дальше вижу уже более приятные виды ну как приятное сказать на фоне всего этого безобразия я вижу какие-то более менее адекватные сооружения скажем так здесь вот тоже интересно ворота стоят и все это огорожено сеткой не знаю с чем это связано впервые такое вижу наверное хозяин построил дом думал ну все сейчас осуществлю свою мечту как в америке будет у меня передний двор ухоженный красивый да здесь он этого всего добился но в итоге понял что это все повыдергивают затопчут накидают мусора а еще хуже будут какие-нибудь местные алкаши туда отливать свои излишки организма поэтому пришлось прибегнуть по всей видимости вот к такой мере ну это конечно ужасно ну и давайте наверное еще на одну улицу подобную перейдем и попробуем это все сравнить вот я нахожу очень хороший вариант ну правда как сказать улица очень похожа на ту что было в одессе не благоустройством а в плане наличия всяческих улиц кстати мы здесь уже были в сравнении с японией при этом очень забавный момент мы находились насколько я помню до августа 2017 который сейчас указан на фотографиях и вы посмотрите вы только можете представить что после того как я снял ролик о волгограде в данном режиме после этого вышли люди торговать на улицу какими-то тряпками это я к чему говорю что когда я снимал ролики весной и в начале лета на своем канале в 2017 мне рассказывали что я там смотрел вообще не то и уже давным-давно все поменялось и люди очень прекрасно живут ну я вижу как они прекрасно живут балкон и все те же самые еще и добавилось но это даже не 90 наверно в 90 так блошиные рынки эти все не выглядели вы только посмотрите на это мне даже не верится что это находится все в россии прямо сегодня ну зато вот на стеклах вот такие различные символы да все это конечно печально мне кажется с такими символами нужно жить ну хотя бы как вот в этом дворе я еще почему вспомнил что мы здесь были потому что здесь смотрите столб находится на ступеньках при этом ступеньки вот этот вот двор казалось бы неплохой его построили так неудачно что здесь негде пешеходом пройти ну ладно я уже не буду заново эту тему всю обсуждать можете набрать мое прошлое сравнение с волгоградом там вы услышите мое мнение по поводу этой ситуации на тротуаре но в общем то в целом ничего толком не изменилось все так же даже наверное хуже стало я уже не говорю про этот рынок непонятный нут благоустроенности здесь никакой не добавилось давайте визуально посмотрим на два района одесса и волгоград так и в волгограде давайте взглянем на частный сектор отправимся куда-нибудь на окраину одессы ну такими видами нас встречает частный сектор города одесса целом я бы сказал но вид не сказать что европейские не сказать что такой постсоветский разрушены ну что-то не туда не сюда впрочем терпимо смотрите есть неплохое дорожное покрытие есть цветущая такая приятная растительность при этом присутствует вроде бы не разрушенные но и не такие уж приятные заборы здесь это трехметровый непроглядный забор дом вроде бы неплохой качественный но конечно было бы приятнее смотреть что-то иное в качестве забора здесь также в общем это мне чем-то даже напоминает ситуацию с домами в краснодарском крае как мы смотрели недавно и как я часто это замечал то есть вроде бы ничего визуально приятного но и при этом нет какой-то нищеты разрухи хочу отметить что на дороге все прибрано выглядит приятно да опять же не европейский уровень не хватает доработанной обочины где-то может быть стоит поработать над растительностью возле самого жилого участка рядом забором но при этом есть как-то виды такие более менее приятные не так все сильно заросло не сильно все замусорено впрочем даже мусора особо и не вижу в общем-то улица выглядит так бодро свежо думаю и прогуляться для простого жителя уже как-никак будет приятно здесь такой небольшой так понимаю жилой комплекс отстроили есть и брусчатка бордюр здесь все неплохо рядом идут вот газовые трубы опять же вот я помните задавался вопросом украины россии с газовыми трубами но конечно в россии это чаще бросается в глаза здесь это как-то немножко поскромнее хотя и такую картину можно найти в россии давайте теперь оценим частный сектор в городе волгоград также вижу что по краям в основном расположен частный сектор а ближе к центру расположены многоэтажные здания так же как и в одессе примерно вот на такой район мы попадаем в городе волгоград в целом я вижу также не все плохо с частными домами есть неплохие даже вполне неплохие есть просто нормально выглядящие ну металлические заборы также куда же без них дорожное покрытие конечно намного хуже вижу с обочинами намного хуже также обстоят дела но в целом дворы вижу даже неплохие лужайки даже можно сказать это лужайки да посмотрите как хорошо пострижено молодцы вот здесь так сделали вот такие вот особняки мы здесь наблюдаем на улице конечно оставляет желать лучшего вот так же вот такую картину мы наблюдаем что тоже не так уж и плохо но конечно на обочину больно смотреть да ну вот смотрите вышли мы на перекресток здесь уже и говорить не о чем вот кто-то отстроил свой особняк но рядом уже просто туши свет давайте напоследок взглянем один из многоэтажных дворов что обычно является очень похожим как в россии так и в украине это наверное единственное что идентично вот смотрите прямо крючок находится внутри двора думаю вполне удобно будет осмотреться но в такое место мы попадаем вполне такой небольшой я бы даже сказал уютный двор сразу же лайк за детскую площадку это первое что мне бросилось глаза ну и смотрю даже дорожка неплохая асфальтированная смотрится уютно полисадники но вполне обычные похожие на те что есть в россии но в более-менее ухоженных дворах фасад вполне стандартный такой совковый хотя вижу что с балконами получше ситуация также вот даже смотрите вот какие балконы есть нет фасад наверное я бы сказал такой совдеповский но при этом не сильно запущенный тот на который еще более-менее можно как-то смотреть балконы с растениями но в общем то да этот двор мне нравится вижу урны не такие старые возможно даже есть какая-то сортировка ноябрь 2011 сожалению вот в 2017 волгограде даже места отснятые нас не порадовали нисколько а здесь 2011 уже была такая картина и я к чему сказал год возможно уже и сортировка мусора здесь присутствует давайте теперь перейдем во двор волгограда давайте наверное где-то геометрически по центру отправимся чтобы наверняка не прогадать в такие места мы попадаем видим многоэтажный двор вот такая вот советская многоэтажка но также не самая худшая балконы не на самом худшем уровне менее уютно конечно все это смотрится но тем не менее не так уж и плохо есть асфальтированное покрытие вот то что на газон и ставят автомобили меня это не радует сама дорога неплохая хотя с той стороны было чуть похуже плане растительности ну менее как-то приятно все это смотрится опять же здесь может быть близость к степям поэтому отсутствует хотя вряд ли но если автомобили ставят на газон то соответственно никакой растительности быть здесь и не может это огромный минус как вот вы посмотрите ну все просто заезжено что выглядит лучше чем например в одесском дворе так это однозначно что есть качественный бордюр в одессе с этим немножко похуже было в том дворе но в остальном это тоже самое и ну а так думаю в целом понятно что вот это вот массовая застройка по всей территории на то время советского союза она имела свои плюсы и минусы в основном минусы до вытекающего то не остались до сих пор в общем думаю на такой панораме на город одесса снятую с воздуха над черным морем я думаю можно закончить наше сравнение кстати говоря дата стоит май 2018 очень свежие снимки не забудьте показать мой канал друзьям и знакомым также поделитесь не забудьте показать мой канал друзьям и знакомым особенно делитесь этим видео кто интересуется данной тематикой да и просто тот кто живет в россии либо в украине думаю это будет очень актуально посмотреть давно просили посмотреть одессу также спасибо огромное заказчику за то что он решил сделать запрос на данное видео вы также можете сделать заказ своего ролика не обязательно сравнение можете просто попросить сделать прогулку по своему городу может быть даже определенные какие-то места заказать ссылочка под видео на сайт донейшн аллерс любой платежной системой это все можно осуществить читайте регламент также можете поставить лайк этому видео если вам оно понравилось и оставить свой комментарий о своих советах или своих впечатлениях от данного ролика до до скорого ждите новых видео